Кресно, Кресно Кресно, Кресно 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Я не могу, потому что заново, понимаешь, люди смотрят, я не могу заново все начинать. И вот, значит, не было звукоусиливающих систем. Сейчас хорошо, понимаешь, вот тут вот говоришь, везде слышно. Поэтому как пели? Пели, один поет, пять ему подпевают, вторят ему, для того, чтобы было слышно. Для того, чтобы было слышно. И вот, значит, пять этих певцов, танцор, в каждой группе по два мридангиста, поскольку это корриталистов. То есть вот такой, говорится, Киртон заполнил все пространство. Никаких больше звуков не было слышно, кроме Киртона. И вот господчитание всех побуждает петь. Там говорится, что в какой-то момент, это позже будет говориться, В какой-то момент он, значит, захотел сам потанцевать, хотел проявить свою эмоцию. И вот дальше мы читаем. Когда же Господь пожелал танцевать, сам все семь групп слились в одну. То есть все семь этих групп Киртона слились в одну большую группу. В одну большую группу. И все преданные Господа, в том числе Шривас, Рамай, Ракху, Говинда, Мукунда, Харидас, Говинда, Нандена, Мадхова и Говинда собрались вместе. Это все Киртонеи, это все певцы в тех группах. Они все собрались вместе. Когда Шичитане Махапрабу захотел танцевать, высоко подпрыгивая, он поручил Сварупе Дамодаре заботиться об этих девяти преданных. Сварупе Дамодаре – это тот, кто его секретарь, его близкий слуга. И он, знаете, как сказать, он чувствовал сердце Господа Читания лучше всех. Лучше всех он понимал, что с Господом Читания происходит. То есть он всегда пел именно то, в каком настроении Господь Читания находился. Это было прям, ну, как одна личность. Они, Сварупа Дамодара и девять преданных, пели вместе с Господом и бежали рядом с Ним. Остальные преданные тоже пели. Со сложенными ладонями, упав ниц перед Господом Джаганадхой, Ши Читания Махапрабу, обратил к нему взор и стал возносить молитвы. Вот перед тем, как танцевать, Господь Читания сейчас будет возносить молитвы. Почитаем эти молитвы, к кому он обращается, для кого он будет сейчас танцевать, для кого он будет сейчас петь. Вот перед тем, как выходим на Харинаму, значит, надо собраться вместе и произнести эти молитвы, вспомнить вообще, что происходит. Я был в одном городе, преданные каждый день выходят там на Харинаму, и они взяли меня с собой, и я поразился их традицией. Вот перед тем, как петь, перед тем, как петь, они собираются и 20 минут читают, настраиваются, вспоминают, кто, что, зачем мы это все делаем, вот почему мы это делаем, к кому мы будем обращаться, чего мы хотим. Представляете, 20 минут сидят каждый раз, каждый раз, и вот это делают. И вот Господь Читания тоже так делает, тоже, ну, понятно, у него, он не садака, сам Господь, настроеннейший Матер Адхарани, вот ему не нужно настраиваться, да, у него и так все настроено. Но, тем не менее, перед тем, как начать свой танец, он выражает свои поклоны тому, для кого он будет танцевать, для Господа Джаганат. И вот какие молитвы он возносит. Ну, первую молитву все знают, кто предлагает Кришне. Вы предлагаете Кришне вообще, ну, прагу? Да, какая там молитва Господу Кришне? «Намо брама не девай», да? «Сослуженными ладонями он упал ниц перед Господом Джаганат и стал возносить молитвы». И перевод этой молитвы. «Я в глубоком почтении склоняюсь перед Господом Кришней, которому поклоняются все люди браманического склада». Да, он Бог браманов и коров, да? «Он покровительствует коровам и браманам и постоянно печется о благе всего мира. В бесчисленных поклонах простираюсь я перед верховной личностью Бога, носящим имена Кришны и Говинды». И здесь говорится, что Кришна – Бог браманов. И вот у меня вчера было, знаете, такое озарение. Я прочитал в Бхагаву там, то стихи коллекционирую. Это 10.52.28. 10.52.28. Этот текст говорит, этот текст говорит, Браман пришел, это эпизод, когда Рукминя послала Кришне Брамана с посланием. Раньше не было смс-ок вот этих всех, вот, соцсетей. Живые были смс-ки, вот, живые. Вот Браман пришел, чтобы принести смс-ку от Рукминя к Кришне. Вот. И там говорится, в этом 10.52.28 говорится, что Кришна – повелитель браманов. Сейчас внимательно послушайте, важный момент. Кришна – повелитель браманов. Стал поклоняться Браману и омывать ему стопы. Вам не кажется странным вообще вот такое сочетание? Обычно слово «повелитель» – это означает, что человек сидит и те, кем он повелевает, они исполняют его разные желания. Как-то вот он через них пытается наслаждаться, управляет этим всем, и они приносят ему разные пирожки. Вот это называется повелитель. Ну, так же мы, да, это представляем? Ну, то есть, когда мы дорываемся до какого-то повелительства, есть у вас сфера, где вы повелители, и чем вы там занимаетесь? Повелеваете, правильно? И тут вообще смена парадигмы. Оказывается, повелитель – это почитатель. Он почитает тех, кем он повелевает. И браманы, почему они поклоняются Кришне? Потому что они с ума сходят от благодарности Кришне, потому что Кришна так много служит браманам. Вот у вас есть такое представление о Боге, да? Вот мы говорим, мы пытаемся тут стать Богом. Да мы даже не понимаем, что означает быть Богом. У нас извращенные, навязанные телевизором представления о том, что значит быть Богом. Бог – это такой карабас-барабас, который всеми помыкает. Кришна вообще не такой. Бог вообще не такой. Кришна любит служить преданным. Один служит всем, исполняя желания всех. Не тянется нам, чита наш, чита на нам. Один вечный служит всем остальным. Вот это вот Кришна. И вот он служит браманам. Когда говорят, что Кришна – повелитель браманов, Бог браманов и коров, означает, что он служит браманам и коровам. Он любит браманов и коров. Но еще больше он любит преданных. У него богиня вообще – Бхакти. Поклоняется Бхакти. Возлюбленная его – Бхакти. Бхакти Девище и Матерадхарани. Вот это интересный момент. Так он говорит, я поклоняюсь, перед кем я буду танцевать? Перед тем, кто повелитель браманов и коров. Кришна и Говинда. Кришна – значит всепривлекающий. Говинда – тот, кто приносит радость чувствам. Служение Говинде приносит радость чувствам. Трансцендентное служение приносит счастье чувствам. Потом он говорит, следующий текст. Слава Верховному Господу, известному как сын Деваки. Слава Верховному Господу, светочу династии Вришни. Слава Верховному Господу, чья кожа нежна, как лотос, и цветом напоминает только что народившееся облако. Слава Верховному Господу, который не шел на землю, чтобы избавить ее от тяжкого бремени демонов. Слава Господу, всем дарующему освобождение. То есть этот стих один, можно полтора часа рассказывать. Каждое имя, которое здесь произносит Господь Читани, это целая философия, это понимание, кто такой Кришна, кому он кланяется. Самое главное, он говорит тому, кто дарует освобождение, всем дарующим освобождение. И потом, 79 стих, Господь Шри Кришна известен, как Джана Нивас, это последний стих в 10-й песне Шима Двагалта. Господь Шри Кришна известен, как Джана Ниваса, высшее приближище всех живых существ. Он Деваки Нандана и Ешода Нандана, сын Деваки Ешоды, «Вождь рода ядов, он своими могучими руками искореняет зло и истребляет грешников. Одним своим присутствием он уничтожает все, что приносит несчастье живым существам, движущимся и неподвижным. Его исполненное блаженство, улыбающееся лицо, неизменно разжигает страсть в гопи Вриндавана. Да будет он счастлив, овеянный славой». И последний, завершающий стих, его обращение к Кришне, то есть три стиха, он объясняет, кто такой Кришна. И в четвертый стих он объясняет, кто такой я. Ну, в смысле, не я, а он. Кто он? Знаете, важный момент. То есть важно понимать, кто я и кто тот, кому я обращаюсь. От этого будет зависеть наши взаимоотношения. Да? Если, к кому я обращаюсь, это лейтенант полиции, да? Вот. А я тот, кто украл кошелек, у нас будут определенные взаимоотношения. Да ведь? Согласны, да? То есть зависит от того, кто я, кто он. Вот. А если он не при исполнении, да, то есть другие отношения уже будут. А если мы вместе там это сделали, то, ну, как бы, совсем другие, другие отношения. И вот поэтому он говорит, кто такой Кришна, объясняет, да, его положение, его могущество, его отношение к своими преданным. А потом он говорит, кто я? И кто? Кто? Что про себя Господь читаний говорит? Знаменитый стих. Да, он говорит, на хамви про, на чанарапати, на пивальщу, на шудра. Да? На хамбарни, на чанарапати, на пивальщу. Я сейчас санскрит уже не вспомню. Короче, я не браман, не кшатри, не вайща, не шудра, не лектор, не директор. Ни брамачария, не семейный человек, ни ванапрастха, ни саньяси. Я считаю себя лишь слугой слуги, слуги, лотосных стоп, Господь Даши Кришны, покровителя гопи. Он подобен океану нектара, он источник трансцендентного блаженства для всей вселенной. Бытие его всегда исполнено великолепием. Вот настройка произошла, ну то есть в следующий раз, когда мы начинаем какое-то действие в сознании Кришны, хорошо сделать настройку. Вспомнить, к кому я сейчас буду обращаться, а кто я такой. То есть, понимаете, если бы Господь Читания сказал, ну я, знаете, я лучший слуга, вот, или я, ну в принципе, тоже не лыком шит, я, конечно, не бог, но полубог, то совсем другие отношения будут, понимаете. То есть, что значит быть слугой? Вот, допустим, у вас какой-то человек есть, кто, ну, должен вам служить. Ну, на работе, допустим, да, вот, выполняет он какую-то обязанность. Есть у вас на работе кто-то? Вот, есть, да. И вы ему говорите, Семенович, сбегай за кофе, в смысле, за чаем, сбегай куда-нибудь. А Семенович говорит, вот прям вот сейчас не могу, через час вот я смогу сбегать. Как у вас ощущения? Вы поменяете, Семенович, правильно? За такие дела. То есть, быть слугой, быть слугой, это означает, нет своих планов. Если у слуги есть свои планы, то у него жизнь будет полна страданий. Ну, потому что тот, кто, ну, хозяин, тот, кто Бог, у него же будут какие-то планы на вас, а у нас свои планы, и все время будет какая-то нестыковка. Поэтому, ну, важно, если мы говорим, я слуга, означает, что я принимаю волю Кришны и подстраиваюсь под Его волю, под Его волю. И вот здесь Господь читает, не говорит про себя так, я слуга, я просто слуга. У меня нет своих никаких устремлений, я просто слуга. Чистая преданность. Никаких стремлений других нет. И после такой настройки, то есть, он обращается, он сейчас будет, как сказать, он зависит не просто от какого-то принципа, не просто от какого-то, знаете, ну, страшной власти, которую, если не делать, ну, как она говорит, то тебя размажут. Вот, он не такому Богу поклоняется. Он говорит, да, что он повелитель Вриндавана, да, то есть, вот такому Богу он поклоняется, любящему Богу он поклоняется, любящему своих преданных Богу поклоняется. Так? И говорит, а я просто твой слуга, то есть, доверяюсь тебе полностью. Так? И вот, после такой настройки, после такой настройки, он начинает свой танец. когда Шичитане, Махапрабу танцевал, высоко подпрыгивая, вспоминаем, господчитания больше двух метров роста, все остальные там метр пятьдесят, понимаете? Он реально был большим человеком. В буквальном смысле. То есть, он когда ходил, все ему были по поясу, ну, не по поясу, по грудь, меньше даже. То есть, он очень привлекательный, с длинными, большими руками, с золотого цвета, огромный. И он начинает прыгать вверх, высоко прыгать вверх. Ну, так высоко. Вот он еще начинает прыгать вверх, все смотрят на него. Он прыгает вверх. И мало того, что он прыгает, прыгает, высоко подпрыгивая, издавая громкие возгласы. Хари-хари, он обычно воспевал имена Хари. И кружась, как колесо, он еще, знаете, подпрыгивал и крутился вот так. И при том, так крутился, быстро, так быстро крутился, что он напоминал огненный след, так, извиняюсь, издавая громкие возгласы и кружась, как колесо, он напоминал огненный след отвращающейся головни. То есть, если взять горящую палку, да, и быстро вот так вот крутиться с ней, то возникает такой огненный след, как будто, как будто это один, ну, обруч такой огненный. И вот Господь Читания так прыгал, кричал Хари-хари, и так крутился, что возникал вот такая вот, ну, представление, как бы, такой вид, да, что это как сплошная линия была такая, да, то есть, такой скоростью он вращался. Во время танца Господь Читания каждым своим шагом будто сотрясал всю землю с ее горами и океанами. То есть, каждый раз такой еще грохот был. Все чувствовали потрясывание такое, потрясывание. Господь Читания танцевал. Когда Господь Читания танцевал, признаки духовного блаженства проявлялись на его теле. Иногда он как бы заставал на месте, а иногда волосы у него на теле вставали дыбом. Он-то покрывался испариной, то начинал рыдать. А временами его била дрожь или кожа его изменяла цвет. А иногда он проявлял признаки беспомощности или гордости, восторга или смирения. Порой танцовый Шичитания Махапрабху обрушивался на землю и начинал кататься по ней. Тогда казалось, будто по земле катится золотая гора. Просто падал, вот он подпрыгивал, падал на землю и начинал катиться, как золотая гора. Это не надо делать на наших Харинамах. Когда Господь Читания начинал метаться из стороны в сторону, Нитянанда Прабху протягивал к нему руки и пытался его поймать. Господь Нитянанда переживал, тут мечется. Отчего он мечется? Экстаз, понимаете? Это не то, что мы говорим, мы в экстазе. Это прям в буквальном смысле этого слова. Сильные, сильные переживания. Очень сильные переживания. А Адвайта Ачария шел следом за Господом и снова и снова восклицал громким голосом Харибоу, Харибоу. Вот так происходило. Нитянанда пытался его схватить. А Адвайта Ачария Харибоу, Харибоу. Чтобы не допустить толпу слишком близко к Господу, преданные, образовали три кольца вокруг Господа Читанина. То есть толпа, там много-много людей. И всем интересно посмотреть, понимаете? Ну, индийцы такие вот люди. Ну, в принципе, все мы такие. Там и что-то дают, если, да, то очень большая толпа возникает. И все хотят посмотреть, что там происходит. И все напирают там, дайте мне посмотреть тоже. И, значит, три таких круга, три круга возникло для того, чтобы преданные защищали. Господи, там такой движняк идет, что там происходит вообще? Можно там не шуметь преданные? Преданные, вы меня слышите там на столе? Давайте потом все сделаем. Слышите меня, да? Вы на меня смотрите? Можете сделать, чтобы тихо было, да? Потом сделайте. Успеем же. Ладно, да? Ну так, я не знаю, просто услышали они или нет. Три таких круга для того, чтобы никто не наступил на Господа читания, никто не потревожил Господа читания, его экстаз никто не потревожил. Танец читания Махапрабу изумил всех. То есть, вы понимаете, прыгает, крутится, падает, катается, то слезы, то, значит, пот, да? То кровь и спор его кожи, кровь, то бледнеет, то у него зубы стучат, то он замерзает. Ну, эмоции сильные. У нас тоже бывает, знаете, в дрожь, да? Когда вот страшно, так раз, в карман, а там телефона нет. И прям иней появляется на лбу от ужаса. Потому что там все карточки, да? И что там у нас? Все там, жизнь и душа просто в телефоне. Понимаете? Вот по Кришне Господь Читания с ума сходит по Кришне. Вот это вот все эмоции, которые он испытывает от привязанности к Кришне. И поэтому танец Господа Читании изумил всех. Даже Господь Джиганадха, привидевший Читани Махапрабу, испытал необычайную радость. Ладно, люди-то, Господь Джиганад смотрел, Господи, вот это да! Я такого никогда не видел. А он много чего видел. Колесница остановилась и больше не двигалось с места, а Господь Джиганадха немигающим взором созерцал танец Ши Читани Махапрабу. Читани Махапрабу танцевал и высоко подпрыгивал, и все видели, как на его теле появляются восемь видов необычных изменений, свидетельства божественного экстаза. Все эти признаки экстаза проявлялись одновременно. Он покрывался гусиной кожей, волосы у него на теле вставали дыбом, от этого он напоминал усыпанное шипами шелковое дерево шамуле. Видя, как стучат его зубы, люди боялись, что они выпадут. Читани Махапрабу весь истекал потом, и одновременно испорно его кожи сочилась кровь. Прерывающим от экстаза голосом Господь произносил Джаджагага, Джаджагага. Он хотел сказать Джайджаганад, но не мог просто произнести уже. Слезы фонтана били из его глаз. То есть, когда говорят слезы фонтаном, это в буквальном смысле, как и шприца, вот так вот они лились. Был у нас опыт запечатленный, да? Ученики Шига Павупада рассказывают, как Шига Павупада периодически попадал в это состояние экстаза, и у него в буквальном смысле слезы брызгали из глаз. И люди там на вторых, третьих рядах в лекции, да, сидели, которые они чувствовали, и как на них попадали эти слезы. Такой есть факт запечатленный. рассказывают ученики Шига Павупада. То есть, как и шприца обливал всех Господь Читани слезами. То есть, понимаете, эмоции какие. По сравнению с нашими эмоциями, мы просто, мы просто трупы. Я люблю этот пример, когда деревья, знаете, деревья стоят друг с другом, вот, и качаются, как так вот, качаются. Это любовь называется. По сравнению с тем, что происходит в духовной реальности, у нас это просто жизнь деревьев. Все эти чувства, которые мы испытываем, говорим, сходим с ума, это все жизнь деревьев. Вот жизнь, понимаете, вот это вот эмоции серьезные. На глазах у всех цвет его кожи иногда менялся с белого на розовый, что делало его похожим на цветок Малика. Он-то цепенел, то вдруг начинал кататься по земле, а иногда его руки и ноги становились твердыми, как сухое дерево, и переставали двигаться. Порой, когда Господь падал на землю, дыхание его почти останавливалось. При виде этого преданные тоже отказывались между жизнью и смертью. Шичитане Махапрабу некоторое время исполнял свой опустошительный танец, а потом его охватило чувство экстатической любви. Завершив танец, Господь велел в Сварупе Дамодаре петь, и поняв настроение Господа, Сварупа Дамодара запел. Что же он запел? То, что было на сердце у Читании Махапрабу. Что же у него было на сердце? Что поет Сварупа Дамодара? Он поет. Наконец-то я обрела властителя моей жизни, в разлуке с которым я сохла, сжигаемая Богом любви. Когда Сварупа Дамодара громко запел эту строку Шичитане Махапрабу, охваченный трансцендентным блаженством, снова стал ритмично танцевать. Сын Шачи двинулся вперед, танцуя перед Господом Джиганатхой, и колесница медленно поехала следом. Не сводя глаз Господа Джиганатхи, преданные пели и танцевали перед ним, а затем Читане Махапрабу вместе с ведущими Санкиртан и направился в конец процессии. Неотрывно, глядя на Господа Джиганатху Читане Махапрабу погруженный в мысли о нем стал жестами изображать смысл песни. Вот на Харинамах есть все движения. Господь Читане тоже стал жесты делать, показывая смысл песни, которую пел Сварупа Дамодара. Внешние проявления изображая содержание песни Читане Махапрабу иногда оказывался в конце процессии, тогда Господь Джиганатхи останавливался и ждал. А когда Читане Махапрабу снова выходил вперед, колесница Господа Джиганатхи медленно трогалась. И Ачарья объясняет, что Господь Читане периодически отставал от Господа Джиганатхи, то есть он как бы за колесницу, оставался за колесницей. И тем самым он хотел проверить, а не забыл ли меня Господь Джиганатх? Как Шиматер Атхарани. Вы понимаете, да, ведь, что вот эта встреча, этот танец Господа Читане перед Господом Джиганатхи, это встреча Шиматер Атхарани и Кришны на поле Курукшетры. Когда было лунное затмение, это был повод для Кришны выехать, значит, на Курукшетру, совершить определенные ритуалы кармические, ну, для кармы, для того, чтобы все хорошо было в жизни. И народ его поддержал, родственники его поддержали, да, давайте, вот, повысим свое богочесть. А им, в принципе, все равно, так богочестье, так богочестье, выезжаем, выезжаем на Курукшетру. Но для Кришны это был повод встретиться с жителями Вриндавана. И это уже сто лет прошло, сто лет, как Кришна уехал из Вриндавана. И Шиматер Атхарани приезжает туда вместе с жителями Вриндавана, с пастухами, она приезжает туда, они встречаются там с Кришной. Они встречаются. И Господь Джиганат, это Кришна из Двараки, Кришна из Двараки, Который скучает по Вриндавану. Почему у него такая форма, большие глаза, вот эти вот втянутые в себя руки. Это экстатические проявления того, как Кришна, как Кришна скучает по Вриндавану. Длиннолил, я сейчас туда не буду погружаться. Вот, соответственно, кто такой Господь Читания? Это Шиматер Атхарани, Который скучает по Кришне. И тут они встречаются, понимаете? Эмоции. Этот скучает, она скучает, и тут они встречаются. И вот этот танец Господа Читания. Внешние проявления его экстаза пленили ум и сердце всех, кто видел их. Поистину, Господь оросил умы всех присутствующих нектаром трансцендентной любви к Богу. То есть, весь народ, который там был, они ничего не понимают. Ну, то есть, там каждый год Радхаятар проходит. Каждый год проходит Радхаятар. И при том, каждый что-то свое понимает под Радхаятарей. Каждый что-то свое понимает под тем, кто такой Господь Джиганатхи. Есть эссе Бхактивнода Такура, в котором он описывает славу Господа Джиганатхи. И он объясняет, что разные люди, кто-то считает, буддисты считают, что это вот их Бог. Представляете, они думают, это Будда, это Дхарма, это Санга, то есть, это их святыни, которым они поклоняются. Они же какое-то время захватили храм Господа Джиганатхи. Был такой момент. Другие шахты думают, что что-то свое. То есть, каждый, каждый, как-то вот, каждому Господь Джиганатхи открывается в зависимости от того, как он к нему подходит. И то, как видит Господа Джиганатху, Господь Читания, вот больше так никто не видит. Вот то, как мы поконяемся Господу Джиганатхи, вслед за Господом Читания, ну, так немногие понимают. Так немногие понимают. И вот народ, который был рядом, которые тоже там присутствуют на этой всей церемонии, они смотрят на Господа Читания, на этот безумный танец его, на эти экстатические переживания. И до них начинает что-то доходить. Они начинают чувствовать то, что чувствует Господь Читания. Они начинают понимать, что там какой-то Кришна есть, что за Кришна там такой, что по Нему так сходит с ума. Нам тоже такой Кришна нужен? Но мы как попали-то сюда? Мы что же, что мы сильно там понимали? Понравились преданные. Как-то вот они вдохновили нас. Что-то такое у них есть, что привлекло нас. И поэтому здесь Кришнандарский вираж как с вами говорит. Внешнее проявление его экстаза пленили умы и сердца всех, кто видел их. Поистину Господь орастил умы всех присутствующих нектаром трансцендентной любви к Богу. Все почувствовали трансцендентную любовь. Среди них были слуги Господа Джиганадхи, правительственные чиновники, паломники, простые люди и все жители Джиганадхапури. Все почувствовали. При виде танца щечитания Махапрабу и проявлении его экстатической любви все застыли на месте от изумления и сердца их тоже воспылали любовью Кришне. Затем, переполняемой экстатической любовью, они принялись танцевать и петь, подняв невообразимый шум. От одного вида танцующего щечитания Махапрабу все испытывали трансцендентное блаженство. Вот это Харинама, понимаете? Понимаешь, да? Вот она, Харинама, где. То есть, они стали петь Харикришна, но они стали петь Шуданам. Они насмотрелись на Господа Читани. Они почувствовали преданность Кришне, который из себя эманирует Господь Читани. И они стали тоже петь Харикришна. И стали петь Харикришна в том настроении, в котором находился Господь Читани. Вот это называется проповедь Святого Имени. К чему я это все рассказываю, преданные? Конечно, любое, любое соприкосновение со Святым Именем это великое благо. То, как мы живем, то есть, то, как, вот, что значит быть преданным, да, что означает, вот мы одели пхотик от Хималы, поставили Тилуку, что это означает? Это означает пытаться внешне, да, внешне, жить, как чистые преданные. Что такое преданные? Ну, то есть, вот мы говорим, мы преданные Кришны, чистые преданные Кришны. Вот, чистые преданные Шичитани Махаправо, его последователи, это чистые преданные. Как они живут, чистые преданные? У них весь день только Кришна. И ничего, мы нас нас заманили говорят давайте сюда давайте сюда вот будем жить как чистые преданные и не просто жить как чистые преданные и любое любая попытка любое соприкосновение с чистой преданности со святым именем нас книга миши вопрогопады с харинамы любое соприкосновение это великое благо у нас полно историй которых показана ну допустим история про аджамилу аджамила повторял святые имена не как святые имена он повторял на мапхаз он не имел ввиду кришну когда он говорил харе кришна и там приводится этот стих в этой истории про джиме вы что даже если человек повторяет харе кришна имей ввиду что-то другое до своего ребенка назвал кришна на рай на вернее он назвал ну кришна нет разницы если он повторяет святое имя смеясь над преданными о кришнаиты пошли привет кришна как дела до преданных кришна называют даже если кто-то издевать смеется да из издевка это делает как недавно я слышал историю когда шиба праупада ему дали две статьи и одна статья она была хорошо написана о преданных там человек репортер очень здорово объяснял кто такие преданы чем они занимаются а вторая статья это было просто какая-то сплошная критика вот и шиба праупада посчитал сколько там каждый из этих статей харе кришна и сказал что вот там где критика это лучше потому что люди забудут что они там критикуют но вот то что они прочитали харе кришна это с ним останется дальше если люди на знаете имитируют преданных на они там притворяются преданными это все равно на вечное благо с ними остается любое соприкосновение чистая преданность это на вечное благо навсегда ног и поэтому когда преданные выходят поют харинаму с какими бы мотивами они это не делали это все равно хорошо правильно все равно хорошо но все-таки от нас от нас ожидается да как мы уже стали профессиональными преданными инициацию получили сказали что вот мы будем серьезно практиковать именно сознание кришны именно делать так как нравится кришне сознание кришны означает делать так как кришне приятно то предполагается что мы будем стараться все-таки не только внешне быть похожими на преданных но и внутри до настраиваться на то чтобы быть преданными кришне для нас важно для нас важно настраиваться если мы не настраиваемся перед тем как мы занимаемся служение но хотя бы знаете какие-то основные вещи повторять святое имя на служить аналтаре божества предлагать кришне подношение да харинама или распространение книг или проповедь да какие любое вот любое вот такое какое-то серьезное служение надо делать настройку знаете почему потому что мы все время расстраиваемся и нам надо настраиваться вот это тело в котором мы находимся тело в котором мы находимся оно вообще не про сознание кришны оно про чувственное наслаждение все потребности тела это проявление эгоизма это олицетворенный эгоизм как говорит бахтинанта кур шарира а видя джал это тело олицетворенный олицетворенное невежество ты эгоизм посмотрите тело постоянно что-то требует я про ум не говорю он то ум то вообще говорит ты ж нас кто на свете всех мудрее красивше вот и все остальное ты почему народ это не признает и не могу понять уже и так объясняешь и вот так вот просто ну не догоняет обидно не ценят да или только у меня так у вас не так когда там живет существо ум называется материальную то всех так и чтобы вы не делали в этом мире да когда человек танцует да если мы про танцы говорим что побуждает танец в уме человека какую эмоцию побуждает я крут вы посмотрите как я кручусь вы посмотрите народ на меня смотрит кто тут центре очевидно же я я сейчас еще вот так круто нусь и вот так вот подпрыгну не падать не буду там потом не соберут просто не подхватит меня любая деятельность да вот если мы что-то умеем водить машину само вот это вождение машины само по себе вождение машины она уже заставляет думать о себе как об управляющие и наслаждающиеся просто вот на меня люди смотрят и уже ум говорит ты лучше понимаете любое действие в этом мире это уже ложное эго это уже ложное эго и уж тем более когда народ смотрит и там вот такое действие сейчас такие харинамы просто праздник какой-то я вчера вспоминал харинаму девяностое как мы ходили вмятых всем вмятом потом сказали все идем на харинаму 200 человек вышло на харинаму 200 человек понимать мы ходили по арбату и до красной площади вот вы не поверите мы пели на красной площади вмятых тхоте и в разных носках и вот так вот не так вот ровно вот так вот да а вот прям вот ну вот вы кстати прыгали все на свой лад и периодически харинама останавливалась и один из нас начинал ему объяснять что вообще происходит народ был в шоке вы кто и было просто знаете такая не просто прямая а просто какая-то прямейшая проповедь фраза начиналась так вы никогда не будете счастливы и народ не смеялся а внимательно слушал и потом если вы не придадитесь кришне повторяйте харе кришне и вы будете счастливы как эти люди в разных носках но счастливы мы точно были я вам уверяю вас это было ну реально классно сейчас посмотрите как все и там значит когда ты в разных носках и мяты вот то как бы народ смотрит это немножко смущаешься так но когда значит ты весь такой вот как с обложке на индийских фильмов и народ думаю ничего себе это что такое это праздник индии и все фотоются с тобой то какие мысли приходят не про сознание кришны вообще вообще не про сознание и поэтому так важно в любом случае это хорошо в любом случае это хорошо еще раз любое участие на месте господа читания это супер но когда мы настраиваемся когда мы вспоминаем что это служение что мы сейчас тут прыгаем не для того чтобы нас фотографировали вот а потому что это служение господь читания это так чистый преданный себе и господь читания чистый предан вот он танцует таким образом и это проявление его эмоций на это проявление его преданности может у меня нет эмоций может быть нет у меня преданность но по крайней мере разумом я понимаю это служение кришна помоги мне быть слугой помоги мне чтобы я был инструментом в твоих руках чтобы эти люди которые смотрят в них папа хотя бы маленькая капелька желание интереса к преданности появилась вот ради этого все это происходит то что так они сукрите на сукрите получит да никак сукрите означает что у человека интересно вообще про бога а им не интересно про бога но когда они сталкиваются с харинамой когда они сталкиваются с просадом и когда они говорят особенно когда они говорят это классно это вкусно они знаете что говорят они горят они говорят кришна красивый они горят кришно вкусный и они прогрессируют потому что это скажем потому что это соглашение и вот для того чтобы мы могли действительно людям послужить это служить люди это это не наша фотосессия, это служение людям, для того, чтобы они могли стать ближе к счастью. Надо делать эту медитацию, настройку, поклониться, это служение. Кому я кланюсь? Намо Брамани Девая, Го Брамана Хитаяча, Джагат Хитая Кришная, Го Виндая Намона Маха. А кто я? Я не Браман, не Кшатри, не Вайша, не Шудра, не танцор, и никто другой. Я просто слуга-слуги Кришны, самопроявленного океана Нектара, повелителя Вселгопи. И вот в таком настроении, в таком настроении нужно делать это служение. Тогда будет мощный эффект, тогда будет мощный эффект. Вообще лучше так любое серьезное служение делать, любое серьезное служение с такой настройкой. Вот то, чем я хотел сегодня поделиться с вами. Мы говорили про танец Господа Читания. Невозможно это имитировать. У нас даже таких движений нет, мы так не сможем. Но самое главное в этом это то, что это проявление его преданности. И мы как преданные стараемся, если еще нет в сердце этого, то по крайней мере на уровне разума сознательно настраиваться на то, что это служение. Спасибо вам за внимание. Если есть что спросить, сказать, напомнить, сейчас можно это сделать. Притворство. Как можно притворяться преданным? Причем вам притворство? Притворство. Что значит притворяться преданным? Это в молитвах Шаранагати есть в Аксен-Такур такая строчка, где он говорит «Я притворялся преданным, но я же хотя бы твоим преданным притворялся». Это в позитиве было. Это называется Вайшнава Прая, да? Тот, кто похож на Вайшнава. Он еще не Вайшнав, но он пытается вести себя как Вайшнав. В принципе, это любой садака начинающий, он как раз в таком положении находится. Если в негативном смысле говорить, да, есть притворство, негативное, да? Просто русский язык, он нуждается, как бы там нужно прояснить, да, что притворство. Есть негативное, это когда человек притворяется кем-то для того, чтобы получить что-то для себя. Вот эта негативная вещь, это аппаратха тогда будет. То есть человек прикидывается преданным, как я знаю там, один человек, давно это было, еще в 90-е, вашими там один человек появился, и он очень так вот серьезно стал практиковать, поселился прям вашими, прям видели, как он прям энтузиастичный, прям серьезный, а потом он просто обокрал вашим, да и все. У него был такой план, он как бы видел, что здесь надо как бы втереться в доверие, вот для этого нужно служить, вот он служил, вот и потом вот обокрал, обокрал. Вот не про такое притворство мы говорим, не про это, а притворство в смысле, что мы стараемся вести себя как преданные, у нас может быть это не спонтанно происходит, не спонтанно, еще нет прям такого, вот знаете, я вот повторяю, каждый раз, когда беру четки, прямо у меня это самое, не могу дождаться, знаете, вот я вот ложусь спать, и вот уже, когда же вставать, через каждые 20 минут просыпаюсь, может уже пора уже, там 12 ночи, жду, когда вот полночь, и чтоб можно было следующее, 16 кругов прочитать, у кого-то может такая проблема есть, я не знаю, вот если вот так, то это вот, вот это вот уже серьезно, по вайшнаву, это вайшнав такой, да, вот ему нравится, а есть, а так у нас же не так, да, мы как бы разумом понимаем, что надо повторять, надо стараться, вот это называется притворство, в этом смысле. Ну, саму преданностью, как ты его подделаешь, как можно преданность подделать, да, ну, преданность не подделать, да, вот преданность на нашем уровне заключается в том, что мы следуем тому, что говорит нам духовный учитель, это преданность, это и есть преданность. Вспомнил историю, нравится мне эта история, однажды Шига Прабхупада одного своего ученика отправил за продуктами в магазин, и, а тут, значит, они живут Шига Прабхупадой, там, Кадха постоянная, вот он, вот весь Шига Прабхупада же, в его присутствии сразу чувствуешь себя вечным спутником Кришны, а тут он, значит, вышел на улицу купить этих продуктов, баклажанах ему нужно было купить, и он приходит через какое-то время и жалуется Шига Прабхупади, я вот вышел, тут такие мысли у меня были, и тут я такое увидел, и тут я такое подумал, вот, и тут, типа, вот я вообще не преданный, вот, и вот это у меня, и вот это у меня, тот спросил, вот ты баклажаны-то купил? Говорит, купил, ну, все нормально, все нормально, процесс пошел, ты служишь духовному учителю, вот так, для нас это значит следовать за гуру, практично это. Да? Пробуждение души. Вопрос такой, вот что означает пробуждение души, как это внешне проявляется, и внутренне, и как оно проявляется. Об этом говорит нам, там на кнопку нажмите, она шумит просто. Об этом нам говорит Шичитани Махапрабху, Шикшаштики. Чета Дарпана Марджанам, Бава Махада Вагни Нирвапанам, Шриах Кайрава Чандрика Витаранам, Ведя Ваду Джиманам. То есть этот стих, первый стих, он описывает эволюцию, пробуждение души. Вот пробуждение, вот так она пробуждается. Вот, и первое, что происходит, это то, что человек, значит, очищается с зеркала ума. Что это означает? То есть, когда мы смотримся в зеркало, утром смотрите в зеркало, да? Вот кого вы там хотите увидеть? Какие у вас ожидания? Может, там кино покажут, или не знаю, раз, зеркало посмотрите, кино, может, новое какое-то. Нет же, не за этим, да, зачем вы в зеркало смотрите? На себя посмотреть, правильно? Кто я там, вот смотришь там, и в зеркало, и то, что там показывают в зеркале, мы верим, что это я, правильно? Так ведь, да, происходит? Вы представьте, вот в зеркало смотритесь, а там, а там поросенок. Розовый такой, счастливый. И мы что думаем, это кто? Это я, но как не я, мы в зеркало-то верим, правильно? Или вы каждый раз проверяете, зеркало, ты что, ты кто вообще показывает? А вы уверены, что вам зеркало показывает именно вас? Какой-то дурацкий вопрос, конечно, зеркало показывает меня. И вот вы, ну знаете, без задней мысли, каждый раз смотрите в зеркало, и говорит, это я, так вот, так раз, это точно я, он тоже так делает. И смотрите, там поросенок. Кто это? Я. Вот сейчас я вот так. Вот мы все время смотримся в сознании, сознание говорит, кто я. И, соответственно, почему там поросенок? Потому что там, ну, намело, пыль, пыль, налипла на этот, на это зеркало, и это зеркало, эта пыль, она сделала облик такого поросенка. Потом птица какая-то, потом директор предприятия, потом индра, потом еще кто-то. Это вот все эго, эго, кто я такой. Вот, и первое, что происходит с человеком, он принимает, он принимает, я слуга. Вот сейчас очень сложно это принять. Сейчас у нас просто бунт в уме происходит. Когда надо джапу читать, да, прям ум говорит, может, не надо. Зачем? Ну, давай завтра, а лучше послезавтра. Так он говорит. Это вот, это вот, ну, наше эго, вот так реагирует. Притом, никто из нас не устраивает истерики каждый день от того, что нужно есть. Знаете, вот так вот просыпаетесь, опять сегодня есть. как мне это достало. Можно не надо сегодня есть. Не хочу. Есть у кого-то такая проблема? У вас есть, да? Вы болеете, что ли? А, тогда нормально. Так наоборот, о, сегодня будем есть. Или может там, зубы чистить там. Все чистим. Это наша обязанность. Входим в туалет, моемся. Это мы просто приняли. И мы это делаем. Да? Это мы. Это наше. И вот точно так же, вот в какой-то момент, до человека доходит, я слуга. Я слуга Кришны. Вот. И поэтому не нужно сейчас, там, звонить духовному учителю, спрашивать, а нужно сегодня ржапу повторять или нет? Давайте, может, сегодня меньше кругов. Нет. Так же, как мы едим или моемся, точно так же до человека доходит, до предного доходит. То есть служить, это нормально. Мне не важно. Приносит это радость, не приносит это радость. Иногда мы едим, это не приносит радость. Когда болеем, не приносит радость. Но есть надо, помрем иначе. Так? Это очень так же здесь. А иногда приносит, иногда не приносит. Какая разница? Есть, и все равно надо. Это потому, что я. И вот, че-то дар панамарджана, это означает, что до человека, он отскреб вот это вот все, и он видит себя. А я кто? Я вечный слуга Кришны. Это обычно полностью проявляется на уровне твердой веры. На уровне твердой веры. Я слуга. И вот так душа постепенно просыпается. И вот как до ништхи, соответственно, это то, что человек, ну, ему какой-то интерес, понимание приходит. Надо читать книги, надо слушать о Кришне, нужно быть с преданными. Вот чем больше это появляется, тем больше душа, значит, проснулась. Ну, давай. Да? Спасибо большое, что у вас есть. По поводу настройки. По поводу настройки. Вы говорили, что перед каждым служением важно делать настройку. А как изменить такую ситуацию, когда преданный, я сам привыкаю к настройкам, привыкаю к этим шлокам, уже знаю их, опять будем это делать. И вот как менять? Или просто так и надо продолжать? Настройка настройки? Да, да. Хороший вопрос. То есть мы привыкаем к каким-то уже нашим действиям, да, то есть, допустим, джапу мы привыкли, ну, уже как-то смирились. Ладно, джапа. На джапе хоть попланировать что-то можно, да? Ну, ты спокойное место там, как-то время сел, как бы попланировал на пять лет вперед, курс доллара запланировал. Ну, или что-то еще, у кого там свое, да, как-то. И вот человек привыкает. И вот, допустим, с утра мы просыпаемся и, ну, предполагаем поконы духовному учителю, да, или ханимся, там, не знаю, Кришне, да, есть ритуал определенный. И привыкаем. Вангарите, если... Ну, понятно, если кто-то там раз в неделю или раз в месяц приходит в храм, говорит, как вообще здорово, вообще здорово у вас здесь. Я говорю, оставайся с нами. Но нет. Я не готов. Вот. Лучше как вот праздник, раз в год на праздник. Вот. Поэтому раз в год-то понятно, все новое, интересное. А если каждый день, вот, привыкаешь, да, вот, что с этим делать? Поэтому периодически надо останавливаться. Тут два, две вещи. Один – это либо менять настройки, ну, ротация должна быть какая-то, ротация. Вот. А также есть, ну, просто поразмышлять, поразмышлять над этой настройкой, что она для нас означает. Вот я обратил внимание, я одни и те же какие-то шлоки читаю, но появляется глубина. Они как-то снова к новой грани этой настройки появляются. Вот. Это хорошо делать, когда, ну, вместе с кем-то можно обсудить. Вот мы прочитаем пранама-мантру Шиле Прабхупаде. А вы понимаете вообще, что мы там читаем? Говорят, понимаем, не понимаем. Ну, так, может, взять и понять, пообщаться, да, взять, ну, вот этот вот пословный перевод, да, обсудить с преданными, вот что, как они это понимают, что за этими словами стоит. Вот это помогает. Это помогает. И, в принципе, вся наша, ну, практика кришнаитская, она, почему говорят, общайтесь с ващнавами, слушайте лекции, потому что ващнавы делятся своей глубиной сознания Кришны. И те же самые слова, которые я, может, сам на лекциях говорил, они вдруг открываются по-новому. Вот таким образом происходит обновление. Вот поэтому слушайте. Поэтому, когда люди говорят, знаете, такая фраза, я вот с преданными не общаюсь, но у меня все нормально. это прям как диагноз звучит. Вот прям кто-то так вот сказал, это все, значит, ну, болезнь уже. Это же значит, все нормально. Откуда он будет, ну, брать вот эту глубину? Откуда он, ну, как оно будет открываться? Невозможно же. Поэтому хорошо вот так вот останавливаться и давайте обсудим вот этот баджан. Давайте обсудим, что значит, тут мы поем Шикришны Читани, да? Господь Читани, Господь Нитинанда, Двайта Гададхар. Кто они такие для нас? Я помню, я слушал семинар Шихраданат Махараджи. Это было на Гауру Пурниму. Они целую неделю, каждый день, по много часов говорили. Всю Гауру Лилу разобрали. Всю. От начала до конца. То есть там пять дней, семь дней, по пять часов. Вот. Я прослушиваю весь этот семинар, у меня ожили эти личности, ожили для меня. Важный такой момент. И тогда, тогда эффект будет больше. Харе Кришна. Вася Алла Прабу, примите мои поклоны. Спасибо вам за нектарную татху. А вопрос у меня в следующем. Недавно закончили читать нектарное наставление, и в последней шлоке говорится о том, что благоприятно достичь Радакунда, жить на берегах Радакунда. Вот. Но в комментарии Шрила Прабхупада пишет то, что не каждый возвышенный преданный может достичь берегов Радакунды и приводит пример. Кумаров. Кумаров и Господа Брахма, да? Ну там... На Радамуне, на Радамуне и Кумары, да? Да, не могут достичь. У меня вот вопрос возник, а кто тогда достиг, если даже такие возвышенные, преданные, ну, не смогли достичь Радакунды? Два ответа на этот вопрос в курсе Бхакти-Шастры дают, да? Один это то, что без Господа Читания никто про Радакунду-то не знал. Кумары вообще не в курсе про Радакунду. И на Радамуне тоже как-то нет. У них другие отношения с Господом. Радакунда это... Понимаете, да? Это же какие отношения? И в Сочитании Махапрабу он пришел и показал, что означает быть на Радакунде. Поэтому по его милости даже ежи и пингвины, или как говорит, птицы и звери, в принципе, это и оно и есть, да? Как раз... Даже птицы и звери, они могут достичь берегов Радакунды. Это один момент, что по милости Господа Читания и вот это понимание отношений с Кришной стали доступны большому количеству обусховленных живых существ. А второе, что даже если человек узнает об этом, чтобы дойти ему до 11 стиха, ему сначала нужно первые 10 пройти. И даже если он технический, ну то есть, ну так как мы в Искон, да, нас могут отвезти на Радакунду, это еще не значит, что мы на Радакунде. Мы как бы территориально где-то в этом здесь находимся, да? Но это же другое измерение. Это же вопрос сознания. Там 11 стих говорит, если человек принимает омовение в Радакунде, он оттуда выходит, у него уже према. Я много раз принимал омовение в Радакунде. Нет премы. Понимаете, да? Значит, не принял омовение в Радакунде. Еще не принял. Для того, чтобы принять омовение в Радакунде нужны первые 10 стихов. Ну, первые 7. Потом 8. Вот, потом он просто уточняется, в каком месте и под руководством, чьим руководством нужно всем этим заниматься. Поэтому ваидхи садана бхакти, рогануга садана бхакти и потом уже принять омовение в Радакунде. Вот наше омовение в Радакунде это как элемент саданы. Это еще не то омовение, которое в одиннадцатом стихе говорит. То есть, два объяснения. Один, это то, что по милости Господа Читания возможность появилась у всех, хотя даже у Нарады Муни и Кумаров такой возможности нет. Вот, у всех в Кали-Югу появилась такая возможность. И второе, чтобы принять омовение по-настоящему, достичь, нужно пройти весь путь. Отлично. Вау, Слава Прабху. Спасибо Вам большое. Объясните, пожалуйста, на причинно-следственном уровне, как наслаждение чувств приводит к страданиям. Даже если человек наслаждается чувствами, ни у кого не отнял, не украв, без какого-то насилия, честно, заработал, наслаждает чувства. Почему и как это приводит к страданиям? Спасибо. Да вообще не приводит к страданиям. Классно же. Заработал, ешь себе, все нормально. В кафе зашел, просад, кушаешь, а потом наелся, и что происходит? Нет, просто ничего не болит, просто наелся. И опять скучно стал. То есть наслаждаясь чувством, делаешь то, что чувства говорят, но при этом они дают удовлетворение, но это удовлетворение не делает нас абсолютно счастливы. Вот это один момент. Мы сейчас какой-то идеальный берем вариант. Поэтому хочется, наверное, я мало съел. Правильно? Как там это? Кама, кротха, лобха, да? Три таких первых ступеньки. Кама, значит, я хочу, вот хочу поесть, поел, и вот такой удовлетворенность, что-то все равно мало. Гнев возникает. Гнев, почему? Я вроде поел, а полного удовлетворения нет. Поэтому что надо? Больше есть, правильно. Начиная больше есть, начинаю болеть. Много не надо есть, что делать? Может, еще что-то поделать. Это вот мы берем, то есть, первая вещь, это то, что все равно неудовлетворенность. Человеку не полной удовлетворенности нет. Вот. А второй момент, это то, что оно кончается. И даже если у меня все хорошо, у меня, значит, все приятно, все здорово, не болит ничего. Знаете, вот уже не болит, уже вообще счастье. У меня вот неделю назад была ангина. Прям, знаете, гнойная. глотать нельзя было ничего. Воду вообще все плохо. Господи, за что? За грехи, понятно же, дело. И вот, знаете, просто вот перестало болеть и счастье. Вот оно, счастье. Просто перестали тебя пинать, и тебе уже хорошо. Поэтому здесь, даже если у нас все хорошо, в какой-то момент все равно это, ну, кончается. Оно кончается. Вот два момента Рупа Госвами в Бхакте Расамрита Сингла описывает Джадарасу. Гридбхога Тьяга и Чапала Сукра. То есть то, что это зыбкое, то есть оно кончается, это означает, будет больно, я привязан, оно кончится, мне будет больно. И то, что оно присыщается, надоедает. Вот, а если берем какую-то жесткую схему, когда человек переел, там, кого-то отобрал, вот, тогда, да, там еще, ну, еще больше приключений. Но даже если он все законно делает, присыщение, надоедает, скучно становится, и как бы кончается. Вот две проблемы с любым счастьем здесь. Мы на этом, наверное, закончим. Меня Параманадапури прабу попросил, чтобы я закончил без десяти. Вот я делаю, как он говорит, без десяти пять. Спасибо вам за внимание. Завтра мы будем в тему ши-читания чиритамриты, петь баджаны, прославляющие Господа Читания и Господа Нитянанду, медитировать на баджаны, как раз про осознанность говорили. Будем осознанно к ним подходить, разбирать, о чем поем, к кому обращаемся. Приходите, если вам интересно. А посмотрим, там несколько вариантов. Помедитируем, да, я здесь помедитирую. ши-читания махапрабху-ки ши-лапрабху-пады-ки осознанное преданное служение-ки бур-примананди ши-лапрабху-ки 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 Петь надо, нет? Да. Мы из них подумали, что вы сказали, что вы с поляриете. Не минут 10-10-15 Я могу спеть? Спасибо. Это будет очень. Дорогие, 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 Дорогие бедные, сейчас еще будет Кирфен, Ватсово, пробуй не расходитесь. Просад еще не предложен, ну, хого еще не предложено. Даже не медитируйте вообще на ту сторону зала. Вот сейчас здесь на святое имя, пожалуйста. Ой, не надо. А я уже все. Дорогие бедные, сейчас Кирфен будет у нас где-то минут 15 идти. И потом уже наступит тот миг, которого вы так долго ждали. Горарати, что ли? Да. Спасибо, Ватсово.